арендовать байки надо держи прям мотобайк похоже что это здесь прям вот внутри организуется я хочу купить мотобайки сейчас мотобайки не закончены короче ищем байки но их как бы их как бы не густо да как она там вот и как бы тут не густо потому что закончился фестиваль воздушных фонариков в этом в чангмай и народ бэкпекерский сюда ломанулся все разобрали короче тут ажиотаж вот я сейчас чувствую что нас ждут еще приключения с этими байками потом еще с жильем но в итоге все кончится наилучшим для нас образом плюс будет весело вот поэтому сейчас короче берем что есть и едем байки есть нашлись все ништяк тут какая-то парочка походу они убрались на байке вот и теперь его сдают ну мы его как раз возьмем так ну байки мы взяли да они конечно жизнь едет совсем не такой как мы посмотрите вот на заправке да мы в пае находимся блин одни европейцы то есть местных практически нет огромная очередь стоит у всех блестящие новенькие байки вы штучок они стоят всего лишь 140 рублей в день покататься такой никаких прав никаких залогов ничего не надо вот взял и поехал шлем можно не надевать но я смотрю тут как бы большинство людей в шлемах ездят наверно полиция все таки есть вот сейчас надо подкатить байк походу мне датчик топлива не работает придется гадать ну ничего будем поглядывать часто замечаю что на заправках преимущественно школьники работают все нормальная работа для школьников после школы пришел полдня поработал на карман хватит вот сейчас короче веселуха номер один с байками у нас закончилась сейчас поедем искать жилье сейчас я уже говорил что сейчас фестиваль закончился воздушных шариков этих волшебных фонариков в Чангмай и вся туса бэкпейкерская вся двинулась сюда вот очень мало среди них в основном европейцы но тем не менее народу очень много тут кольц нашли рядом народ давайте тогда ешьте мы поехали станет поищем ищем гостиницу комплекс бунгало чё как вам эти бунгало на первый взгляд что-то необычное а мне пофиг лишь бы где бунгушку 200 бат на троих на потолок уже еще не показали какой она тянут зайти по пиксу вентилятор и розетка только голов носила этот шлем я хочу носить шляпу поехали вот бунгалов таких вот маленьких мы живем сейчас едем едем в сторону горы вот вот в сторону горы поедем но и ну идите я вам покажу две вещи смотрите вот эта штука называется мимоза стыдливая вот ее так вот трогаешь рукой и она сворачивается тебе понравится попробуй рисовое поле и он практически готов уже к сбору его надо избавить от шкурки вот это отшлифовать и получается белый шлифованный рис да все над нами угорают то что мы очень смешные это правда смотрите на любом пример в этом шлеме а как она едет на байке смотрите лёша заметил он рисовое поле море и дерево посередине поле красиво да чё ты справляешься мне только не хватает пристегнутого ремня я все время его ищу на плече как мать тяжело вообще как погнали деревеньку приезжаем тайскую предметы народного промысла вот так собственно тайцы и живут такие у них халубки маленькие и заехали не туда куда надо не на водопад но на вьюпоинт случайно заехали я быстренько одним глазком позырим чё тут как и поедем дальше вот ну вообще тут говорят тут красиво ну не знаю да я думаю наверное да красиво все таки как вы считаете это место но каким-то бокам имеет отношение к китайцам эти кукурузы в качестве украшения на дереве висит у них это наверно что-то значит потому что я много раз видел уже такое вот вот тут китайская деревня внизу а вон там где белая статуя там вдалеке там вот где-то внизу у реки наш гост хаус но бананы анлим бесплатно где-то не зелененькие не не белые нормально да вот чай я тоже научилась водить даже полчасика помедитировать что без разговора ага в тишине здесь место для большой работы на дверь вкусно понравился тебе вьюпоинт? очень! мы же сюда вернемся? обязательно мне тоже очень понравилось это место Оно вот, знаете, как там Ну, то есть, кто-то его любит Видно, что кто-то любит это место Очень аккуратно, чисто и вообще здорово Симпатично При входе на Viewpoint Такая, типа, проходная беседочка Я думаю, надо взять на заметку Для нашего домика Ну да, то есть бамбук распущен в досочке И связан бамбуковой жениточкой Очень круто получается Я никогда, я никогда не Даже не думала над тем, как Когда воспользуются ситуацией Да, даже есть душ и туалет Зачем, непонятно Откуда корки девать тоже, я не понимаю Ладно, я по дороге выброшу Левый тормоз основной Его надо жать сильно Правый тормоз не основной Второстепенный, его надо жать чуть-чуть Разгоняться на горочке Ни в коем случае нельзя Надо обязательно держать контроль над скоростью То есть очень аккуратно Вот, смотрите, как спускаться Вот, зажал тормоз Да, и вот так вот, все Быстрее не разгоняешься Ползешь потихоньку И передним добавляешь Поехали Вперед? Продолжение следует... Продолжение следует... Люба, ну расскажи о своих первых впечатлениях большого, так сказать, варительского путешествия на байке. Что ты чувствуешь? Каковы твои переживания? Бьется ли часто твое сердечко? Много слов, конечно. Мне не хватает ремня на плече, а так классно. Ощущение, что ты можешь вести вот это вот. Приятное, да, ощущение? Глядя в глаза, да. На мой взгляд, тут тоже прикольно. Ну-ка сейчас посмотрим, как чувак будет купаться. Не, не, я просто делаю видео. Ты делаешь видео? Да, это слишком холодно сейчас, я думаю. Может быть, завтра. Ты думаешь? Я думаю... Ты думаешь, что хорошо? Это немного холодно. Осталось? Да. Не холодно? Немного холодно, но не очень холодно. Я хочу посмотреть, как ты попробуешь. Нет проблем. Спасибо. Было реально адски жарко. Но потом солнце зашло за тучки, и вот сейчас вот пасмурно немного, и все. И стало холодно. Ну что, места очень красивые. Мы сегодня только выехали из своих чудесных бунгало, которые, кстати, тоже очень миленькие. Вот, мы только выехали из них и сразу же нашли офигенное место китайскую деревню. Там нашли офигенное место, обзорную площадку, где за 20 бат дают чай попить. Анлим причем, и бананы. И мы нашли этот водопад. Вот, то есть как бы пай. Похоже, что очень такое перспективное место в плане исследования. Спасибо, надо было разбиться. Да, надо беречь колени. Таня нашла себе нового друга. Да, смотри, какой он классный. Такой добрый. И уже такая четкая мордашка, посмотри, вся в репьях. Здесь все животные улыбаются. К сожалению, вот сегодня много поснимать не удастся. Камера садится. Я ее всего полчаса заряжал. Ну, в общем, как бы что успею поснимать. Кстати, вода имеет удивительно насыщенный цвет. Я раньше в Таиланде такого не видел. На островах вода течет абсолютно прозрачная. А здесь такое ощущение, как будто она несет с собой песок или глину, или что-то, грязь какую-то. Вот. Но, как бы до источника мы точно не доберемся. Ну, а так пройтись, посмотреть, конечно, можно. Я не знаю, вот снесет меня здесь или нет. А, не, нормально, можно. Нет, можно. Но, как бы, только вступай свеже, чтобы тебя не снесло водой. Вот они, наши девочки. Аккуратней. Где темно, где темно, там скользко. Да. А вот он какой? Водопадик. Смотри, какой тут гвей. Вот она вода, великая. Не волнуйте меня. Паша, снимет это, как Гремель? Ты нравится вода? Конечно. Прикольно. Вода это нах истина. Истина нах. Очень класс. Я была на Кавказе и в Салиме. В принципе, похожие там есть участки, когда река вся в камнях. Алис, смотри, вот это вот тай-стайл водопровод. Водопадный. Они часто, они на всех водопадах такое устраивают. Кое-как трубы бросают, да, и по ним вода фигачит. Бесплатная вода. Вот что, круто. Рис можно выращивать. О, вот это, конечно, странно. Для тайских водопадов это не характерно. Вот я такого никогда не видел, чтобы какая-то грязь застревала. Обычно все смывает. Мне кажется, это руками все построено, вот это все. Да, здесь, да. Дальше мы не пойдем. Вода для меня пока совершенно непознаваемая материя. Он настолько поражает меня своей пластичностью, текучестью, гибкостью. Пошел, пошел. Ну, а что, прикольный водопад. Завтра приедем купаться сюда. Внимание! Глубокая вода. Будьте аккуратней. Скользко. Не лазите наверх водопада. Соблюдайте чистоту. Слушайтесь маму. Жуйте морковку. Субтитры подогнал «Симон»!